Мысли духом. Вы знаете, что можно так хорошо мыслить по-небесному, что и с земной жизнью будет все хорошо? Кто из вас уже слышал об этом раньше? Это понятно. Но знаете ли вы, что можно мыслить по-земному и хорошо справляться со своей небесной жизнью? Что это значит? Это значит, что нужно быть очень осторожными с крайностями. Нужно быть осторожными. Некоторые люди буквально орут «Дьявол вогнал нож мне в грудь», но это совсем не так. Так, давайте скажем на это «Аминь». Вы должны быть осторожными и не одухотворять все, что только можно. Все вокруг нас соприкасается с миром духов, но не нужно все одухотворять, потому что это будет вмешательство извне. С другой стороны, вы можете просто идти по жизни и не осознавать, что на вас совершили нападение, что на вас напали демоны. «Многие люди не верят, что дьявол существует на самом деле». Я заставлю поверить в это тех, кто сомневается. Кирк, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты видел много семей, которые разбил дьявол. И это далось им довольно тяжело. Дьявол очень постарался. Да, дьявол существует. Но как нам узнать, что Бог тоже существует? Как нам узнать, что Он действительно выседает на Своем престоле? Что Он величественнее всех в мире? Сегодня мы поговорим о том, что значит мысли духом, и я верю, что после этого вы сможете посмотреть на все другими глазами. Пастор Джей уже рассказывал вам об этом. Иисус как-то сказал, «Вы должны есть Мою плоть и пить Мою кровь». Но люди думали по-земному и не поняли, о чем Он говорит. Они не могли увидеть это духом. Иисус сказал им, «Я говорю вам о духовных вещах». Мы должны понять, что часто нам что-то не удается, потому что мы смотрим на вещи слишком по-земному. Мы не смотрим на них духовно. Если вы христиане, вы должны понять, что вам нужно верить в мир духов, потому что без мира духов вам не родиться свыше. Ведь вы должны родиться духом. Сейчас я прочту вам строки из первого послания к Коринфянам. Там сказано, что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами. Здесь речь идет о духовных вещах, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это очень важная слава. Мы должны говорить о духовных вещах, о чем-то духовном. Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Люди, которые в это не верят, не могут получить от этого пользы. Дальше читаем, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Говорится, но духовный судит обо всем. Когда в нашей жизни что-то происходит, духовным людям приходится об этом судить. Нам нужно видеть, что происходит. Возможно, вы просто переутомились, и это совсем не нападение духов. Если вам 99 лет, и у вас отказывает какой-то орган, то, скорее всего, это не нападение духов. Он просто износился. Аминь, друзья. Но если вы моложе, и у вас что-то такое произошло, то это, скорее всего, нападение духов. Нам нужно понять, что происходит, и это должны сделать духовные люди. Чтобы это понять, нужно мыслить Духом. Духовно зрелый человек понимает, что мы не одиноки, и рядом с нами живут духовные силы, которые работают на нас и против нас. Ребята, мы не одиноки. Знаете, была такая книга «Ангелы среди нас». А была еще песня об этом, и это правда. Четвертое измерение существует. Нас окружают духовные создания. Они живут среди нас. Из-за них происходит много вещей. Лично я видел ангелов. А еще я видел демонов. Да, я видел демонов. Как-то моя жена Синди увидела демона из моего прошлого. Он глядел на нее и орал на нее. Но она не слышала, что он кричал, потому что он кричал демонически, и Бог защитил ее от этого ужаса. Он кричал на нее и выглядел в точности, как я. Она тут же проснулась. У нас в спальне горел свет, и она поняла, что происходит. Она посмотрела вокруг и увидела, что я лежу рядом и сплю. Это был дух из прошлого, явившийся ей в виде демона. В прошлом он долго управлял мною, но, слава Богу, Бог прогнал его прочь. Мы должны понять, что духи могут контролировать вас и оказывать на вас давление. Они могут входить в вас и управлять вами. Такое может случиться, но может случиться и так, что это будет дух Божий. Есть такие выражения. Быть исполненным духом. Быть полным духом. Рядом с нами живут духи. Аминь. Как-то я был за границей. Там я увидел ангелов. Господь показал мне, что рядом с каждым из нас ходит ангел. В той деревне жило несколько сотен людей. Кажется, это было на Филиппинах. Я рассказал об этом брату Питу, который был тогда вместе со мной, и он сказал, что тоже видел, как с небес спускались ангелы. Спустившись, они становились рядом с людьми. Мы не должны забывать о том, что нас окружают духи и ангелы. В Библии написано, что у каждой церкви есть ангел, которого послал туда Бог. У нас есть ангелы, которые служат нам. А еще есть ангелы, которые служат Иисусу. Они служили Ему, когда Он был на земле. Ангелы постоянно что-то делают. Вспомните, как они обращались к Даниилу. Если все, о чем я вам говорю, кажется вам какой-то глупостью, то это потому, что вы мыслите телом или разумом, но не духом. А вы не сможете мыслить духом, если духом не родились свыше. Все очень просто. Вот как нам все понять. Я видел сверхъестественное. Я видел такие вещи. Я видел, как изгоняли демонов. Их изгоняли в буквальном смысле, и люди, из которых их изгоняли, падали на пол после того, как демон их покидал. Некоторые демоны пытались вернуться назад. Я видел все это много раз за мое долгое служение Господу. Если вы не ведете борьбы на духовном уровне, то вы не очень-то многое и делаете. Потому что именно там нужно вести борьбу. Именно там мы либо выигрываем, либо проигрываем. Все это происходит в духе. Буквально вчера, а именно вечером в пятницу, да, это было в пятницу вечером, Эдди Джо был тому свидетелем. Вы можете подойти к Эдди Джо и расспросить его, где Эдди Джо? А, вот он, да, ты здесь. Так вот, спросите у него, говорю ли я вам истинную правду. Эдди Джо знает обо всем даже лучше меня. В пятницу вечером мы встретились с Эдди Джо и поехали кататься. Баба, ты был с нами? Потом мы заехали к Джоуи, там и заночевали. А моя жена в тот день помолилась о том, чтобы Господь послужил мне, когда я встречался с этими парнями. И знаете что? Господь действительно послужил мне тогда. Она молилась, потому что ощущала бремя. Она молилась и была вся в слезах. Она молилась о том, чтобы Господь послужил мне, когда я был там. Эдди Джо лег спать и погасил свет. Все мы легли спать. Я должен сказать вам, что Эдди Джо довольно громко храпит, но мне это не мешает. Если честно, то я тоже храплю. Немного. Эдди Джо рассказал мне, что он проснулся среди ночи и увидел яркий свет. Он думал, что я встал и включил свет. Он огляделся вокруг и увидел невероятно яркий свет. И этот свет парил надо мною. И вот что интересно. В ту ночь я спал очень хорошо. Это была моя самая лучшая ночь сна за последнее время. Я не просто спал. Это был очень необычный сон. Очень глубокий сон. Я не помню ничего из того, что мне снилось. В ту ночь у меня был глубокий и спокойный сон. На следующий день я получил сообщение от мистера Роя. Он написал мне «Привет». Когда я получил это сообщение, я ощутил дух Господа, и он помазал меня. Бог показал мне, что он делал. Я помню, как однажды меня очень сильно искушали. Меня очень сильно искушали. У меня просто слюнки текли от того, что мне предлагали. Я чуть было не поддался. Я был на работе. Я только что завершил важную задачу. И вот я вышел на улицу, сел на скамейку и стал выдергивать руками траву. Я говорил «Боже, Боже мой». На меня совершалась очень сильная атака. Во мне шла большая борьба. Враг давил на меня. Я не знал, что делать. И тут я сказал «Боже, помоги мне». И внезапно предо мною возник ангел. Он вытянул свой палец и коснулся моей головы. И когда он коснулся моей головы, все прошло. Это искушение больше ко мне никогда не возвращалось. Мы тут не в игрушки играем, поймите. Мы собираемся здесь не для того, чтобы поучиться мудрости о том, как нам успешно прожить нашу жизнь и что хорошо для нас. У нас тут необычные встречи. Но уже смелее. Давайте похлопаем и восславим Господа. Наши встречи сверхъестественные. Здесь вы можете ощутить царство духов. Здесь происходят воистину великие вещи. Здесь мы служим Богу. Бог показал мне кое-что важное о своей церкви. В его церкви обитают ангелы. Он показал мне одну важную вещь о нашей церкви. Надеюсь, вы это поймете. Это небольшой секрет, и я прошу вас никому о нем не рассказывать. Ладно? Иисус говорил эти слова довольно часто. Он говорил, не говорите никому об этом, но я хочу сказать вам одну вещь. Если я кого-то почитаю, то это не значит, что я не почитаю кого-то другого. Если я забочусь об одном ребенке, то это не значит, что я не уделяю внимания другим. Сейчас я рассказываю вам то, что Бог рассказал мне о нашей церкви. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас наша церковь находится просто в превосходном состоянии. Это наилучшее состояние, что когда-либо было у нас. Это касается и нашей работы, как в нашем городе, так и за горами, и даже в Африке, и даже в городе Божьем Иерусалиме. А еще в Мехико, в самом ужасном городе мира, и в Индии, где почти нет христианства. О чем бы ни шла речь, о кампусе, церкви или школе, все идет от нас. И я скажу вам, почему. Это не из-за вас и не из-за меня. Это из-за того, что мне когда-то давно сказал Господь. Все это находится вот здесь. Бог сказал мне основать эту церковь. И он сказал, я пошлю тебе очень могущественного ангела. И этот ангел поможет сделать эту церковь такой, какой она должна быть. Потому что сами мы ничего не делаем. За нас все делает Бог. Здесь с нами находится очень могущественный ангел. Он очень могущественный. Кстати, ангелы служат каждому из нас. Ангелы повсюду. Каждому из нас служат ангелы. Но кроме того, ангелы на нас и нападают. Вы удивлены? Но демоны — это же падшие ангелы. Вот кто такие демоны. Но их не так много. И они не такие сильные, как те ангелы, которые с нами. Я хочу, чтобы вы поняли, что у нас две трети, а у них только одна треть. У них целое воинство. Эти демонические силы хотят уничтожить нас и обезоружить нас. Они хотят уничтожить все, для чего благословил нас Бог. Они пытаются нас уничтожить. Мы должны понять, что царство духов существует. О нем рассказывается в Библии. Сейчас я хотел бы прочитать вам отрывок из книги пророка Захарии. В послании к Оринфинам сказано, что есть дух мира, а есть дух от Бога. Это два абсолютно разных духа. Они постоянно что-то делают и постоянно ведут войну друг против друга. Помните, как у Даниила рассказывается о том, как пришлось позвать Михаила? Гавриилу пришлось позвать Михаила, потому что он проигрывал. Гавриил вел битву и проигрывал ее. Он не мог связаться с Даниилом. Бог хотел передать через него послание, но не мог этого сделать, потому что его ангела удерживали демонические силы. Они удерживали Гавриила, и тогда он позвал Михаила, и Михаил прикрыл его. Он удерживал демонов, пока Гавриил летал к Даниилу. Когда он явился к Даниилу, он сказал, «Я не могу тут долго находиться. Михаил в одиночку долго не продержится. И ты не можешь это сказать, потому что вся округа будет говорить о тебе». И когда я заходил в комнату, они бежали в другую комнату, потому что они могут находиться там, где есть Бог. Но я сталкивался и с другими демонами, встреча с которыми я совсем не был готов. Рядом со мной в тот момент не было ангела. Но Бог наделил меня нужной силой. Как-то я был в Вашингтоне и столкнулся там с демоном. Это был очень могущественный демон. Я не мог даже слова произнести. Он был очень сильным. Я издавал какие-то звукоподражания, потому что он почти полностью овладел мною. И Господь показал мне, что нужно делать. Он обратился ко мне через других людей. Мне не удалось перед этим почитать Писание, но эти люди предостерегали меня. Они сказали мне, «Скоро ты встретишься с очень сильным демоном». Раньше тебе никогда не случалось встречаться с такими демонами. Тебе не удастся противостоять ему, потому что ты не будешь вооружен должным образом. Аминь, друзья. Это было настоящее испытание. Но давайте же посмотрим, что у нас тут далее написано. «Сказанный показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним». То есть он видит пророка в царстве духов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним». Какие прекрасные слова. Он стоял перед ангелом Господним. Ангел Господень был рядом с великим Иереем Иисусом Новин. Просто отлично. Но давайте прочтем дальше. «И сатану». Вот про хвоста. Это он устроил беспорядки на небесах. Он был очень могущественным и сильным ангелом. Очень сильным. Часто мы говорим, похоже, меня искушал сам сатана. Но на самом деле это, скорее всего, не так. Это маловероятно. Сатана в Вашингтоне. Сатана в Израиле. Сатана в Ираке. Сатане приходится сновать то туда, то сюда. Ему нужно постоянно держать все под контролем, потому что он не может, как Бог, быть в нескольких местах одновременно. Итак, «И сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Рядом с Иереем стоял ангел Господень, а с другой стороны от него стоял сатана. Иисус Новин стоял по правую руку от ангела, а по правую руку от Иисуса Новина стоял сатана. И вот что хотел сделать сатана. Он хотел противодействовать ему. Это очень важно. Запомните это, пожалуйста. Он хотел противодействовать ему. И сказал Господь сатане. «Господь дозапретит тебе, сатана, дозапретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он, исторгнутая из огня? Да, конечно, в жизни Иисуса Новина случалось всякое. Он совершал и плохие вещи. Но Бог сказал, «Мне все равно». «Я выгородил его от этого». «Мне все равно». «Я выгородил его от этого». Если сатана противодействует вам и говорит, что вы сделали то-то и то-то, знаете, что нужно ему ответить? «Да, я это сделал, но знаешь что? Я уверовал в Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте, и теперь я могу получить прощение за то, что я натворил». Скажите ему это прямо в лицо. Если он напомнит вам о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. Потому что Адам управляет не он. Послушайте, Адам управляет не сатана. Он не стоит там с вилами и книгой учета и не говорит «Так, тебе сюда, проходи». Нет, его самого не звергли в ад. В Библии сказано, что когда люди увидели этого небольшого человечка, которым был сатана, он был слабым, хрупким и женоподобным. Когда мир увидел его, люди сказали, «То есть это он и есть? Это тот, кто обманывал народ? Это тот, из-за кого мы сюда попали?» Потому что они увидели его уже лишенным силы. Его уже лишили силы. Господь сказал сатане, «Я запрещаю тебя». Вот что мы должны понять. Рядом с нами живут ангелы, но не все они связаны с Богом. Сейчас я скажу вам очень важные слова, которые могут спасти браки. Мне кажется, что они могут спасти отношения. Кажется, что они откроют ваши глаза, и вы увидите все, что планирует сделать дьявол. Поэтому прошу вас слушать меня внимательно. Расскажу вам то, о чем мне поведал Бог. Это воистину изменит всю вашу жизнь. То, что я хочу вам рассказать, воистину изменит вашу жизнь, если вам вдруг придется повстречаться с демоническими силами, если вам придется столкнуться с какими-то проблемами, даже если вам придется решать разные вопросы с другими людьми. Это все изменит. Я прочту вам несколько стихов из Откровения, и вы все поймете. Это очень важная слова. Итак, сказано «И произошла на небе война». На небесах произошла некая война. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли». Слава Богу! Итак, «но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Вы должны знать, что это произошло тогда, когда Иисус поднимался на крест. Это произошло именно в это время, потому что сам Иисус сказал, «Я вижу, как сатану и его ангелов изгоняют с небес». Сейчас я поделюсь с вами одним откровением, которое наверняка что-то вас пробудит, и вы поймете, что вас обманывают, что вас завлекают туда, где вы быть не должны. Итак, «но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». «И низвержен был великий дракон, древний змей». Именно он обманул Еву, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную. Какие замечательные слова! Правда ведь это великие слова? Ребята, послушайте меня. Сатана не дремлет. Тут написано «Он низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник, братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». «Клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это очень важные слова. Сатана постоянно и днем и ночью клевещет на других людей. Он говорил Богу, посмотри, что они сделали. Посмотри, что они сказали. Посмотри, как они относятся к твоему слову. Посмотри, как они относятся к твоим заповедям. Посмотри, как они относятся к тому, что ты им даровал. Посмотри на них. Они восхваляют то, что ты создал. А потом они снова и снова бросают нехорошие слова прямо тебе в лицо. Они клевещут на тебя. Иов был верен тебе только за то, что ты ему дал. Забери это от него. Лиши его одежды и посмотрим, что будет. Они служат тебе только за то, что ты им даешь. Вот почему они постоянно клевещут на тебя. И, наконец, Богу это надоело, и он сказал, «Когда мой сын вернется, тебя здесь не будет». Потому что он простит любую клевету, которую ты пошлешь. Он уже заплатил за это, поэтому тебе здесь не место. А вот еще одна великая истина, которую мы должны с вами понять. Мы должны понять, что сатана больше не клевещет на нас перед Богом, но теперь он стоит перед человеком, клевещет на нас и может вызвать раздоры и беспокойство. Вы слышали, что я вам сейчас сказал? Сатана больше не находится на небесах и не клевещет на вас перед Богом. Он находится здесь, на земле. Не в этом зале, конечно. Конечно, потому что здесь он бы долго не продержался. Он здесь, он в этом мире, и он клевещет. Пастор Гиллан, выйди, пожалуйста, ко мне. Давай, прыгай на сцену и жену с собой возьми. Допустим, пастор Гиллан забыл, когда у Нелли день рождения. Или когда у них годовщина. Да, точно, годовщина. Мужчины, с которыми такое случалось... Поднимите руки. Выше, не бойтесь. Да, вы провинились. Кто из вас забывал, когда у вас годовщина? С кем такое случалось? Я подготовил для вас небольшой сценарий. Нелли, ты должна что-то сказать ему по этому поводу. Скажи что-то типа, это же наша годовщина? Как ты мог забыть? Представьте, что рядом с вами сатана, а вернее демоны, потому что именно этим они и занимаются. Они постоянно клевещут на нас. Нелли, ты ему больше не нужна. Если бы он любил тебя, он бы никогда не забыл об этом. Он не ценит тебя. Знаешь, что тебе нужно сделать? Тебе нужно с ним расстаться. Послушай, сходи куда-нибудь. Возьми с собой подружек и хорошенько развеетесь. Возможно, по пути ты встретишь другого парня, который будет к тебе лучше относиться. Да, он будет лучше к тебе относиться. Сатана наделает много дел. А тебе, Гиллан, он скажет, ты сплоховал. Она тебя не простит за это. Она тебя никогда не простит. И знаешь, что это означает? Знаешь, что это значит? Ты плохой муж. Ты очень плохой муж. Очень-очень. При очень плохой муж. Какой пример ты подаешь своим детям? Ну, он будет говорить и говорить, а мы будем его слушать и слушать. Но знаете, что он сделает? Он встанет между вами. Он будет подобен рефери в боксе, который звонит в колокольчик и командует боксером драться. И вы ничего не сможете ему возразить. Итак, Нелли, отойди немного подальше, встань сюда и скажи, мой муж такой нехороший. А сатана тем временем обманет и твоих подруг, потому что у дьявола развита целая сеть. Он обманет и твоих подруг. Твои подруги тоже обманутся. Тебе будет больно. Ты будешь говорить гадости про своего мужа. Знаете что? Мы должны преподать им урок. И вот Нелли будет стоять и думать, мой муж меня совсем не любит. Он меня ненавидит. Я не чувствую больше любви. Возможно, любовь прошла. А дьявол будет все продолжать и продолжать, пока кому-то не надоест эта гадость. Гиллан вдруг поймет, что Нелли ему не враг, а Нелли поймет, что Гиллан ей не враг, а враг это тот, кто дурит им головы, враг это тот, кто играет в игру с вашим разумом. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!